Ваш ребёнок сутками играет в компьютерные игры? Муж пропадает на работе и забыл, когда последний раз брал отпуск? А вы сами постоянно жуёте, даже если не голодны? Задумайтесь, а нет ли у каждого из вас зависимости? Сегодня, как утверждают специалисты, список типов зависимости значительно расширился, и любая вещь от шоколада до лекарств может вызвать физическое и психологическое привыкание. Зависимость — это потребность человека совершать какие-либо действия или создавать вокруг себя какие-то условия. Но при этом те действия, которые он совершает, они выходят за разумные границы. Они поглощают полностью всю жизнь человека и накладывают отпечаток на отношения с людьми, работу и существование его в социуме. Страдают в первую очередь близкие люди. Сам человек с ненаркотической зависимостью жизнью доволен и далеко не всегда осознаёт, что с ним что-то не так, особенно если это уже не первая и не вторая стадия зависимости, когда для избавления требуется помощь специалистов и семьи. Одной из самых тяжёлых зависимостей психологических в настоящее время является игромания. Причём игромания — это страсть к азартным играм, это может быть страсть к игре в карты, страсть к игре в игровые автоматы. Эти виды зависимости часто развиваются уже на фоне имеющейся химической зависимости. Это может быть наркоманическая зависимость в прошлом и очень часто алкогольная зависимость, имеющаяся в настоящее время. Всё чаще именно компьютерная зависимость встречается у подростков. И в отличие от взрослых лечится сложнее и дольше. И, по мнению медиков, лучше предотвратить появление зависимости, переключая внимание детей на другие виды деятельности. Другой широко распространённой зависимость является пищевая зависимость. Она требует уже и отдельного изучения, и отдельного подхода к лечению. И, к сожалению, у пищевой зависимости страдает огромное количество населения. И если компьютерной зависимостью чаще страдают мужчины, то пищевой — женщины. И причиной часто является психоэмоциональное неравновесие, стресса на работе, проблемы в личной жизни. Если вы заметили, что новые, но не самые хорошие привычки входят в вашу жизнь, задумайтесь, чтобы вовремя остановиться и не позволить укорениться им в вашем сознании. Татьяна Брылова, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.